У меня ни пения, ни стиха, ни рассказа, ни ответственных молитв. Несколько вопросов на то, как мы просто внимательно слушали рождественскую историю. Мы все, друзья, знаем рождественскую историю? Да? Точно все знаем? Но мы сейчас это проверим. Несколько вопросов, и мы увидим, насколько точно мы ее... У нас же много собраний, проповедей, стихов, песен. Просто некоторые вопросы, и мы сделаем анализ. Внимательно ли мы читаем Слово Божие и внимательно ли мы слушаем? Ну вот, например, у меня такие вопросы. Вот я знаю, что рождество Иисуса Христа, оно произошло в Вифлееме. И я знаю, что как-то Мария добиралась с Назарета, где она жила, где и ангел явился, где сказал, что у нее будет сын, где Сиосиф, у нее там жених был в Назарете. И они как-то добирались до Вифлеема. А вот на чем они ехали? На Ослике. Кто это еще считает? На чем? Кто-то сказал, неизвестно. Какие варианты есть еще? На чем? На Ослике. Был такой вариант. Уже на двух Осликах едет, правильно. Друзья, как правильно? На чем? Как добиралась? Неизвестно. Правильный ответ неизвестно. Но все, в общем, принято считать, что это было на Ослике. Но фактически мы не знаем, на чем, как они добирались. Но дорога была непростая, трудная. Это возможно. Иосиф использовал, потому что Мария была беременна, в таком интересном положении. Надо было облегчить ее путь. Возможно, но мы не знаем, как добирались. Давайте еще такой простенький вопрос тоже. Как мудрецы пришли из дому от себя, с Востока, в Иерусалим? Что их привело? Виталик. Звезда. Что? Звезда. Кто еще думает? Звезда. Три звезды. Уже скоро будет там что-то, генерал или что-то там будет, да? Какие еще мысли есть? Что привело мудрецов с Востока, где они были? В Иерусалим поклониться Христу. Взрослые, подсказывайте тоже. Дети все знают, что звезда вела. Видно, мы им так проповедовали. Все они так знают. Что привело? Да не бойтесь. Дети же говорят смело. Звезда, так звезда. Ну что, сейчас решим, перепишем, не переживайте. Мы же ивангельские христиане, можем переписать Ивангелие. Что сделал? Кто что привел? Звезда? Все согласны, что звезда? А в моей Библии почему-то не написано, что звезда их привела. В моей Библии написано, что они видели звезду на Востоке. И они читали, видно, Писание. Они знали пророчество Даниила. И они знали, что эта звезда, особенная звезда. Она им сказала, что что-то произошло в Иерусалиме. И они решили, и они собрались и пошли из дому в Иерусалим. И звезда осталась у них дома. И звезда их не вела из Востока к Иерусалиму. И вот они приходят в Иерусалим. Приходят, где родившийся царь должен родиться? У царя, правда? Ну так раньше было. Что у царя рождался сын, он был принцем маленьким. Потом возрастал, становился сам царем. И вот они знали, что царь должен родиться только в царских чертогах. Только у царя родится ребенок, который будет царем. И они пришли. А в то время кто был царь? Иерат был царь. И они пришли туда. А оказалось, что неправда. Что Иерат ничего не знал, что кто-то родился. И он очень заволновался. Сегодня мы слушали об этом проповедь. Что если Иерат, он был очень злой царь. Очень злой. Если Иерат заволновался, то весь город начал дрожать. Пришел в движение и они начали все переживать. Потому что если у Иерата плохое настроение, это могла быть большая беда. Он своего родного сына убил. И говорили, что лучше быть у Иерата свиней в сарае, чем его собственным сыном. Потому что он никого не жалел. Он так держался за свое царство. И вот когда Иерат узнал, что родился царь, он говорит, ну не у него это родился. Он зовет ученых людей, книжников зовет. И говорит, где должен родиться Христос? Они говорят ему, в Вифлееме иудейском. Иерат призывает мудрецов и говорит, пойдите, поклонитесь ему. И потом я пойду. И придите мне, расскажите, а я пойду тоже поклонюсь. А он еще у них спросил, а когда вы видели звезду? И знаете, когда они ему сказали? Где-то два года уже пришло с того времени, как мы увидели звезду. Приблизительно. И он это все запомнил. И говорит, пойдите, поклонитесь. И тогда придете, и я пойду поклонюсь. И когда мудрецы вышли от Ирода, это были люди, которые умели смотреть на небо. Они подняли глаза и увидели звезду, которую они видели у себя дома. На востоке. И эта звезда, она двигалась по небу. И вот эта звезда уже привела их не из дому в Иерусалим, а эта звезда привела их из Иерусалима до Вифлеема и остановилась над местом, где был Иисус. Но давайте еще мы уточним, что это было за место. Это, наверное, было то место, куда приходили пастухи. Правда? Кто из вас так думает, что это было то место, куда приходили пастухи? Нет? А почему нет? Ну, у нас же такое впечатление, ну не знаю, у меня, наверное, что вот рождественская ночь, пастухи. Кстати, что делали пастухи, когда Христос родился? Что? Пасли овец. Еще что? А кто считает, что они дремали, там спали? Нам так часто рассказывают, что они там спали тихонько себе возле костра. И ангел явился, и они проснулись все, и сильно испугались. Но сегодня не будем об этом. И вот такое впечатление, что когда Христос родился, пастухи, ангел явился пастухам, сообщил, они пошли, посмотрели. И вот еще они только вышли, и сразу уже появились верблюды, мудрецов, которые с дарами уже шли поклоняться. Да? Так? Так рождественская ночь была? А как было? Как было? Ого-го! О, возможно, и так было, да. Точно мы не знаем, как было. Но что это было не в ту самую ночь, это точно. Прошло вот между этим моментом, когда пастухи, когда они всем рассказали в Вифлееме, что произошло через 8 дней. Вот было первое число, когда все дружно поздравляли друг друга с Новым годом, осталось незамеченное очень важное событие. На восьмой день, который мы празднуем 1 января, маленькому мальчику в Вифлееме, дали имя. И это имя – Иисус. Выше этого имени нет во всей вселенной. Это имя, которое слушается весь духовный мир, дьявол, все ангелы. Этому имени отдан весь суд. Этому имени отданы друзья и мы с вами. И Он за нас, имя, которое означает спасение, это слово Иешуа на иврите означает спасение, Он это совершил для нас. Брат рассказывал 2 Псалом. Там об этом говорится, что Господь отдал Ему народы, нас отдал, Иисусу. И Он этим стал возлюбленным Сыном. И наше отношение к Нему влияет на наше будущее. И Библия говорит, почтите Сына, чтобы Он не прогневался на вас. И чтобы вам не погибнуть в пути вашем. И вот на восьмой день Ему дали имя Иисус. Прошло еще 32 дня. И что произошло? Пошли в храм. В Иерусалиме, когда в семье рождался мальчик, надо было принести жертву. А это был еще первый мальчик. И Мария, и Иосиф пошли в храм. И где-то после этого они опять возвращались в Вифлеем. И только после этого им пришли, к ним в гости приходили мудрецы. Мудрецы. Ну, я не буду спрашивать, сколько было мудрецов. Мы все знаем, что их было сколько? Ну, правильно, три. По-честному, мы не знаем, сколько их было. Мы знаем, что они принесли дары, подарки, золото, ладан, мира. Но сколько их было, мы до конца не знаем. Пусть Господь, друзья, нас благословит, чтобы мы были внимательны в нашей жизни. К Слову Божьему. Чтобы мы точно знали, что нас учит Писание о том или другом. И эта рождественская история пусть будет просто напоминанием. Чтобы мы были, как мы на разборе недавно читали из книги Деяния истых апостолов, что были люди в городе Верия, которые точно... Павел пришел, проповедовал, а они взяли свои Библии, открыли и проверяли, точно ли это так. Пусть эта рождественская история будет для нас напоминанием, чтобы всякие вопросы в нашей жизни на разные-разные вопросы мы открывали Слово Божье и проверяли, точно ли это так. И если мы видим, что это так, держаться Слово Божьего. Если мы видим, что в нашей жизни что-то не так, как в Слове Божьем, нам нужно поменять то, что у нас в нашей жизни, на то, чему нас учит Слово Божье. Всем благословений!